Привет, мои дорогие! Вы на канале Ольги Швец. Я решила не откалываться от общественности, а все-таки посетить магазин FixPrice спустя год после того, как он у нас появился. Итак, все. Вот это великолепие за 800 рублей. Три корзиночки. Я так подозреваю, что у всех бьюти-блогеров есть нечто подобное, потому что иначе реально в огромном количестве косметики можно заблудиться, потеряться и утонуть. Я об этом уже говорила. Приобрела кисточки за 40 рублей, не могла пройти мимо. Я планирую попробовать боди-арт. И такие кисточки, разумеется, можно как угодно выстригать. Их просто элементарные. Не жалко. С ними можно делать все, что хочешь. И в конце концов, если что-то пойдет не так, не так обидно, страшно и больно. Не могла пройти мимо косметики. Взяла карандашик, два лака и два крема. Вообще они позиционируются как крема для лица. Но на лицо я такое мазать, конечно, не рискну, а для рук вполне подойдет. Колгейт за 40 рублей тоже приятно. Итак, коротко о лаках. Если вы их увидите в своих городах, значит, вот этот лак я реально рекомендую. Потому что он дает действительно, вы прекрасно видите, здесь написано ультра-блеск за 60 секунд. А вот лак, который рядышком, я бы не советовала покупать. Вообще у него покрывающая способность достаточно неплохая. Вот фиолетовый, вот такой баклажановый лак. Он у меня закрасил, но он реально, я уже жду-жду, не дождусь. Но вот он просто не засыхает, понимаете? Поэтому как бы однозначно это выброшенные деньги на белый лак. Не знаю, может быть, кисточку им покрашу. Ну так, для разнообразия. Карандаш совершенно без толков, он не держится абсолютно. Ну так, поскольку у нас в тренде фиолетовый, не могла пройти мимо. Вот решила взять милый сердцу оттенок. Вот такой вот он серебристо-фиолетоватый. Вот, сделала я свочек на карандаш. Только начала делать свочек, он у меня тут же сломался. Ну, вообще оттенок классный для арта. Я думаю, очень хорошо. Пойдет вообще без проблем. То есть, в принципе, даже карандашик, можно сказать, что это не такие уж и выброшенные деньги. Тем более для арта, если вдруг понадобится закрасить такой внушительный участок на лице таким оттенком. Я думаю, что да. Но я когда начала свочить, вот он обломился тут же. В общем, прелесть, одним словом. И по горячим следам. Я вообще не аллергик. То есть, те, кто меня знает. Вот я нанесла свочек, пока тут писала, вдруг смотрю, мне рука покраснела. И причем, знаете, девочки мои дорогие, это не в креме дело, это дело сугубо в карандаше. Потому что покраснение произошло как раз именно вот в этой зоне, зоне нанесения карандаша. Поэтому аллергики осторожнее с косметическими средствами. Благо, у меня дома есть супрастин или что-нибудь в этом роде. Поэтому, не знаю, что там, алюминий или там в каких-то ужасных количествах. Но очень хорошо, я обязательно это учту. Я не буду однозначно его использовать на съемке, не дай бог. Лицо у модели покраснеет. Ни в коем случае. Карандаши со стразами. Мечта любой гламурной феи. Я думаю, те, кто делали эти карандаши, отталкивались от идеи известного бренда Сваровский. Ну, разумеется, у Сваровски там кристаллы, а здесь пластмасса. В общем, так или иначе, цветные карандаши. Пусть радует мой сглаз. Они такие черные. Черный корпус. Здесь, я так понимаю, что тон в тон с оттенком стразы. Пластмассовые, разумеется. Но, в общем, ну что-то как-то захотелось. Вот рука к ним потянулась и все. Пусть лежат для красоты где-нибудь на видео. Пригодятся, я думаю. Вообще, никогда не думала, что буду делать нечто подобное. Обзор на крема из фикс прайса. Вы видите объем. Объем здесь такой ого-го. Но здесь всего 85 миллилитров. Загадка русской души. Значит так. Вот этот крем. Он приятнее пахнет, но он менее увлажняющий. А вот этот крем в основном как бы травой отдает, но увлажняющий эффект после него держится. Вот. Пробовал на руках. К сожалению, никуда. Ну, может быть, еще на ноги. Вот. Но все, больше как бы никуда. А вообще, не знаю, очень приятные крема. Я даже не понимаю, почему они по 40 рублей, если честно. Может быть, там какая-то просрочка. Может, там какие-то не те ингредиенты. Похоже на рекламную акцию. Потому что вот здесь на обороте написаны сайты, там всевозможные телефоны, там и так далее, и так далее. То есть запустить вот эту марочку на наш чудесный рынок. Ну, вообще как бы они неплохие, если честно. 41 рубль. Норм. Энергосберегающая лампа из фикс-прайса по 40 рублей. По 41. Сори. На данный момент 41. Свет, который они дают, не позволит вам разве что врезаться в стены. То есть это такой вариант лампочки лича. 15 ватт, если я не ошибаюсь. Я не знаю, что освещать этой лампочкой. Кукольный дом. Там, я не знаю, подъезд. Но даже, по-моему, если вкрутить это в подъезде, то там можно упасть с ступенек. В общем, не советую я, не особо вникая в тему. Я увидела, о, энергосберегающая по 40. Вау! И не глядя, прихожу домой, вкручиваю. Боже мой. Ну, как-то вот так вот. Смотрите, девушки, когда хватаете, там все. Важный момент. Вот еще взяла наушники. Очень классные, белые. Звук, конечно, у них такой средний. Но, в принципе, когда где-то набегу и что-то нужно услышать, естественно, микрофона у них нет, потому что это 40 рублей. А к ноуту и к планшету они подключаются. Неоновые палочки. 10 штук. Я думаю, что эти неоновые палочки вообще, по идее, должны светиться. Я взяла их с таким расчетом, что я обязательно-то использую в фотосъемке. Там есть такая фишка в фотоаппарате. Ты ставишь большую выдержку, и, например, там люди крутят руками. И получаются такие всевозможные буквы. В основном, конечно, буквы О у людей почему-то в таком случае получаются. Либо просто какие-то каракули, закорючки. Но все равно это интересная идея. За 40 рублей вполне приемлемо. А вдруг получится классный кадр. Кстати, с ними такое возможно. Итак, кондиционеры для белья из фикс-прайса по 41 рублю. Почему и нет? Девочки, в принципе, все эти леноры, ласки и прочие товарищи, одного с ними вида, скорее всего, представляют из себя более раскрученные и узнаваемые бренды. Я, кстати, сегодня пришла в хозяйственный магазин, если это кому-то интересно. И я могу сказать, что я видела, я вот взяла в фикс-прайсе вот такие полотенца по 41 рублю. А сегодня аналогичные я увидела по 80 в обычном хозяйственном магазине. Естественно, разумеется, любой человек, который умеет считать, пойдет одни и те же полотенца. Зачем брать в два раза дороже в черте города? Ну, у нас так немножко фикс-прайс как бы за чертой города. Во всяком случае, в моем районе так чуть-чуть надо отъехать, но транспорт там ходит. Но, тем не менее, зачем тратить в два раза дороже, если можно купить в два раза дешевле? Итак, по факту 82 рубля выброшены на ветер. Плюс энергосберегающие лампы. Еще 82 рубля выброшены на ветер. Итого. 164 рубля из 800 выброшены на ветер в случае с фикс-прайсом. Здесь уже вам решать, мои дорогие. Стоит этим пользоваться или нет? Кстати, я недавно тоже, когда готовила тему фикс-прайсов, идея не нова. Магазины все по одному евро существуют и в Европе, и стоянники существуют в Японии. То есть идея не нова, это просто такой русский вариант. В принципе, на то он как бы и фикс-прайс, что не обязательно, что все в нем имеется в наличии, надлежащего качества. И вообще, это как-то можно приспособить к жизни, к хозяйству, а не выбросить деньги. Ну, вообще, бывать там буду, мне очень понравились кружки, но долго как-то выбирать их не было времени. Поэтому я, как уже и говорила, и не знаю, говорила, не говорила, но я обязательно туда как-нибудь схожу. Просто буду осторожнее, аккуратнее выбирать. И не буду делать это на бегу. Субтитры сделал DimaTorzok